Морские аварии могут происходить из-за различных факторов. Затопление или опрокидывание – два наихудших сценария для любого судна, который работает в морской отрасли. Такого рода события приводят к травмам, заболеваниям и, в худших случаях, к утоплению и летальному переохлаждению людей. Когда судно переворачивается или уходит под воду, это часто приводит к гибели людей, потере имущества и ущербу для окружающей среды. Сообщения в новостях о разрушительных авариях на море доказывают, что корабли, даже очень большие, могут перевернуться и утонуть в правильных условиях. Трудно поверить, что такие хорошо сконструированные и массивные корабли могут так эффектно выйти из строя, но это происходит. Есть много причин, почему это может произойти. К сожалению, во многих случаях основной причиной является халатность. Многие затонувшие корабли и связанные с ними жертвы можно было бы предотвратить. Морские крушения могут происходить из-за различных факторов. Вот некоторые из основных причин морских происшествий. 1. Штормовая погода. Плохая погода является серьезной причиной опрокидывания и затопления судов. Современные корабли намного лучше справляются со штормами и волнениями, чем корабли прошлого века, но они по-прежнему уязвимы. Погода часто виновата в тех немногих случаях, когда затопление является полной случайностью. Даже когда причиной является плохая погода, иногда можно предотвратить опрокидывание. Отслеживание штормов и навигация должны позволять капитанам изменять курс, чтобы избежать опасных ситуаций. Тем не менее, некоторые корабли попадают в бурную воду и при сильном ветре и теряют управление. В 2015 году на реке Янцзы в Китае затонул круизный лайнер с более чем 450 пассажирами на борту. Туристическое судно следовало из Нанкина в Чунцин. Все находившиеся на борту люди, граждане КНР, в основном пенсионеры в возрасте от 50 до 80 лет, которые направлялись в район трех ущелий, где построен комплекс гидроэлектростанций. Затопление произошло быстро и, как полагают, было вызвано погодными условиями. Внезапно и неожиданно на круизный лайнер обрушился торнадо. С борта затонувшего теплохода не поступало сигнала бедствия, а тревогу подняли уцелевшие пассажиры, добравшиеся вплавь до берега. По другим сообщениям, тревогу подняло другое судно, которое подобрало капитана затонувшего теплохода. К сожалению, удалось спасти лишь горстку пассажиров, остальные утонули в реке. Хотя после инцидента продолжались расследования, чтобы выяснить, что можно было сделать по-другому, казалось, что настоящая причина была в погоде. Второй. Столкновение или посадка на мель. Столкновение может проделать дыру в корпусе корабля и вызвать его быстрое затопление. Столкновения с другими кораблями, доками, мостами, скалами и рифами, а также с землей на мелководье представляют собой еще одну распространенную причину опрокидывания и затопления корабля. Навигация и пилотирование должны быть в состоянии избежать этих ошибок, но иногда случаются несчастные случаи, особенно в переполненных гаванях. Крушение круизного судна «Коста Конкордия» – морская катастрофа, произошедшая в ночь с 13 на 14 января 2012 года, в Терренском море вблизи итальянского острова Джиля. Один из крупнейших европейских теплоходов, во время круиза по Западному Средиземноморью с 4252 человеками на борту налетел на рифы, получил серьезные повреждения и лег на правый борт, при этом погибло 33 человека. Крушение случилось на пути следования из Чевитавикки в Савону. Является самым большим пассажирским судном в истории, потерпевшим крушение. Третий. Человеческая ошибка. Человеческие ошибки, допущенные членами экипажа, такие как навигационные ошибки, неверная оценка погодных условий, неадекватная подготовка или неправильное принятие решений, могут привести к катастрофе судна. Человеческая ошибка может привести к столкновениям, неправильному реагированию на чрезвычайные ситуации или несоблюдению необходимых мер предосторожности, что увеличивает риск опрокидывания или затопления. Капитан, управляющий кораблем, несет большую ответственность, и любая ошибка, которую он совершает, может привести к тому, что корабль затонет. Капитану иногда приходится принимать быстрые решения, когда эти решения оказываются неверными, результат может быть катастрофическим. Греческий круизный лайнер затонул в Южной Африке. Инцидент произошел с греческим судном «Океанос», которое затонуло в 1991 году. Роскошный круизный лайнер был зафрахтован из Южной Африки и затонул у побережья этой страны, когда шторм вызвал протечки в корпусе и машинном отделении. В конечном итоге утечки было достаточно, чтобы потопить корабль. Круизный лайнер находился в ненадлежащем состоянии и не ремонтировался после предыдущего чартерного рейса. Направляясь в свой роковой последний путь, он был в аварийном состоянии. У него были незакрепленные листы корпуса, сорванные обратные клапаны и отверстия в переборке между резервуаром для сточных вод и генераторной. Халатность была обнаружена и в действиях капитана и экипажа, когда судно тонуло. Они первые покинули судно, оставив пассажиров на тонущем круизном лайнере и не подав сигнала тревоги. Сигнал СОС был подан не членам экипажа, а Моссом Хиллсом, который входил в состав аниматоров и культурной программы круиза. Тем не менее, 7-часовая спасательная операция, произведенная силами ВМФ и ВВС ЮА, прошла полностью успешно, все 571 человек с борта были эвакуированы. Эвакуация производилась и вертолетами, всего было задействовано от 13 до 16 машин, снято с палубы 225 пассажиров. Опустевший корабль затонул через 18 часов с начала бедствия. Четвертое. Повреждения или разрушения конструкции. Слабые места в конструкции корабля, такие как пробоины корпуса, коррозия или трещины, могут поставить под угрозу его целостность. Повреждения, вызванные столкновениями с другими судами, камнями или подводными объектами, также могут способствовать затоплению судна. Когда корабль набирает воду, он становится менее плавучим и может начать набирать больше воды. Эффект представляет собой цепочку событий, часто приводящих к затонувшему или опрокинутому кораблю. Затопление может произойти из-за плохой погоды, течи в корабле или столкновения с каким-либо предметом. Контейнеровоз затонул в Карибском море. В конце 2015 года большой контейнеровоз Ил-Фара затонул в водах к востоку от Багамских островов. Затопление произошло во время урагана Хакин. Считается, что корабль пытался убежать от шторма, но что произошло на самом деле, неизвестно. Поиски затонувшего корабля и выживших были остановлены. Поисковики также искали черный ящик корабля, чтобы определить, что случилось с кораблем и его командой. Все, что было известно, это то, что капитан сообщил, что корабль потерял мощность и набирает воду. Это явно привело к его затоплению, но что стало причиной отключения электроэнергии, остается загадкой, как и любая невнимательность, которая могла быть при этом. 5. Смещение груза Когда груз хранится неправильно, он может перемещаться под палубой корабля. Это смещение может вызвать множество проблем с безопасностью, включая падение предметов, которые травмируют рабочих. В некоторых, более редких случаях, перемещение груза может нарушить баланс корабля и заставить его перевернуться. Когда этот эффект экстремальный, он может даже привести к тому, что судно наберет воду, опрокинется и утонет. В Южной Корее перевернулся паром Севол. Например, когда в 2014 году в Южной Корее затонул большой паром, на его борту находилось почти 500 пассажиров, в основном молодые студенты. Причиной опрокидывания стал внезапный поворот, приведший к смещению груза, что в свою очередь привело к крену и опрокидыванию судна. Катастрофу можно было бы предотвратить, если бы груз был правильно закреплен и не был опасно перегружен. Корабль может затонуть по многим причинам, но когда люди гибнут, эти причины становятся еще более важными. Затонувшие корабли попадают в новости, потому что они обычно являются крупными катастрофами, особенно при перевозке пассажиров, таких как паромы или круизные лайнеры. Затопление корабля и халатность. Не исключено, что эти причины тонущего корабля могут быть чисто случайными. Плохая погода, плохая видимость или решение, которое в тот момент казалось разумным, все это может привести к затоплению. С другой стороны, многих из этих несчастных случаев можно избежать, если принять меры предосторожности. Человеческая ошибка может быть значительно уменьшена при надлежащем обучении работников. Столкновений можно избежать в большинстве ситуаций, если навигация выполнена правильно. Перемещение груза не должно быть проблемой, если он правильно хранится и закреплен. Затопление, вызванного утечками, также можно избежать, если суда регулярно обслуживаются и ремонтируются. Субтитры создавал DimaTorzok